х ребятки всем здарова сегодня мотобудни блин сборка cbr 1000 rr а точнее точнее подготовка к сборке деталей сейчас я занимаюсь задним тормозом передние тормоза у меня уже все перебраны поршеньки отполированы поршеньки я вытаскиваю короче полирую их на наждаке вот по стогой также вот пальчик вот этот отполированный направляющий ну направляющий был просто ребята вообще жесть вот эту я резинку тоже вытащил там все промыто зубной щеткой вставил обратно ну блин ребята стояние конечно было очень листья на был вот палец был весь в резине вообще весь неподвижный я хрен его знает как тормоза у меня задние работали но были not вообще но грелись они конкретно видать не отходил он суппорт не мог отходить потому что блин вообще неподвижный практически было не вообще но сейчас все ништяк сейчас все отполировано ребята полирую вот таким способом как вы знаете по стогой на наждаке вот круг войлочный по стогой вот есть с такой вообще все ништяк пацаны сейчас буду смазывать вот такая смазочка ms 1600 к универсальная плюс 1000 держит потом чем сейчас смажу поставлю подготовлю суппорт к покраске подготовлю цилиндрик тоже к покраске здесь вот соединение тоже вот это вот шарнирная я здесь его выкрутил здесь специально есть отверстие для смазки но они были подзабиты и пришлось выкрутить там было немного ржавчины пришлось прогнать метчиком всю резьбу промыть и закидать смазочки как-то так если уж делать то надо заниматься вообще по конкретному по нормальному еще ребятки меня такой вопрос вот передние тормоза колодочки вот передние да и вот почему-то ребята по какой причине смотрите с одной стороны износ больше со второй поменьше и смотрите с чем это вот связано вот видим след да вот пацаны след видим от поршеньков и вот эту пластиночку я не знаю для охлаждения на или для чего она вот не могу понять скорее всего она для охлаждения но были почему она так устроена что когда вот поршень давит на эту сторону он давит на всю площадь а на эту сторону даю только вот здесь вот здесь он видать наискосок уже продавливает и блин получается вот такой вот износ чё за шляпа я не пойму ребят вот ставить мне вот эти или не ставить их я вот даже не знаю блин видно даже по отпечатку хрена узнает ребят вот кто знает вот напишите в коммент кто знает насчет вот этих вот эти вот четыре штучки колодочку на каждую одевается в блин то что такой вот износ почему-то хрен его знает правда наверное не на всех хотя нет на всех здесь вот поменьше он здесь где-то побольше где-то поменьше короче так вот сзади сзади вот такие вот стоят но здесь износ равномерный есть равномерно я не знаю скорее всего не буду их ставить но я не знаю я почитаю еще на форумах посижу почитаю зачем-то японцы сконструировали это вообще ну не знаю ребята отпишитесь мне очень нужна эта информация вообще такие мотобудни у меня буду подножку вот эту тоже полировать здесь тоже все сниму все промою видим болтики вот окисленные это надо будет тоже все полирнуть и короче как то так времени уходит вагон не все так быстро как хочется но ребята на улице смотрите вчера была нормальная погода сегодня вообще трэш сегодня он снежище давит давит говорю снежище снежище валит давит на грунт погодка сегодня айс снега опять ну навалит болен холодно у меня здесь пацаны сейчас вот температура минус жду потепления печки нету блин есть конечно мы блин я ее не поставил в этом году думаю следующий это поставлю ну и все ребята вот такие мотобудни кому нравится ставьте пальцы вверх подписывайтесь и вот вопросик у меня вот владельцам мотоциклов если наверное на многих так мотоциклов такая конструкция в тормозах ребята отпишитесь кто знает